Притча. Рай и ад. Однажды человек долго-долго молился и просил Господа, чтобы тот ему показал ад и рай. Господь послал ему ангела, и тот привел его к двум комнатам. Говорит, одну откроешь, там будет рай, а другой – ад. Хорошо. Он заводит его в рай и видит людей, сидящие за столом. Они счастливые, радостные, светлые. Но единственная отличительная черта и в первой, и в второй комнате будет то, что они в оковах. И видит, что сами они себя кормить не могут. В комнате, где рай, они кормили других. Когда же он пришел в комнату ада, он увидел так же. Но они других не кормили, а сами пытались есть. И не могли вкусить ничего, потому что оковы им не позволяли. Когда он вышел из комнаты ада, он спросил, почему они не кормят друг друга? Ведь это очевидно, что ты не будешь голодный, если ты накормишь другого. Пойди спроси. Он возвращается в комнату ада и говорит, ну это же можно быть сытым. Накормит твоего близнего, который рядом с собой. На что он слышит? Кто его? Да кто он такой? Ведь я – это значимо. А он никто. Еще я его кормить буду. Свой кузов хлеба ему отдавать. Суть притчи в том, что и рай, и ад начинается с нас. А в Священном Писании, в Евангелии от Луки написано «Царствие Божие внутри вас». И Царствие Божие, и ад начинается с нас. Храни Господь. Субтитры подогнал «Симон»